У меня руки тряслись на экзаменах, когда я пыталась оправдать свою медаль, не подвести в свою школу, и в принципе все получилось. Ну а сейчас школьные испытания позади. Они и Артем учились в одном классе, вместе занимались, вместе готовились к ЕГЭ. И сюда пришли вместе. Признаются, у обоих математический склад ума, оба хотят поступить в технические вузы. Но... Я считаю себя физматик, к точным рукам отношу себя, но русский я сдала лучше. Не готовясь к нему. Так что я оправдалась в этом. Это так же. Русский тоже лучше сдал. Но сейчас это уже не важно. ЕГЭ на отличном аттестатах одни пятерки. И таких в области 97 человек. Чуть меньше, чем в прошлом году. Всего же в этом году 340 вологодских школьников получили золотые и серебряные медали. В прошлом году золота было больше. Но из-за демографического спада получилось так, что процент медалистов увеличился. Ну что, успехов желаю. Это серьезная работа. Спасибо. Первые лица области сегодня желают ребятам успеха. В Володе торжественная церемония проходит впервые. Раньше медаль вручали только череповце. Какое-то время назад говорили о том, что, ну, дескать, вот медали сейчас ничего не дают. Тогда это было время, когда медали давали преимущество при поступлении в высшее учебное заведение. Теперь этого нет. Ну, и, наверное, правильно. Потому что сама по себе медаль, золотая медаль за особые успехи в образовании, она знак отличия. Это награда государства вам за ваш труд. Это ваша первая награда. Первый экзамен я узнала в интернете, на сайте, в департаменте Вологодской области. А второй, русский, вы знаете, много очень человек сдавала, и поэтому долго не могла зайти на сервер. И мне позвонила подруга, попросила мои паспортные данные. Она ввела со своего компьютера и по телефону мне сказала, что у меня 100. А вот она сегодня осталась дома. Алина медаль не заслужила. Но ее имя теперь навсегда вписано в историю Вологодской области. Ученица первой Вологодской школы впервые в истории региона набрала 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и литературе. Но, как и золотые медалисты из 22-й школы, готовилась к совсем другим предметам. Я вообще планирую не с литературой связать свою жизнь, а с экзаменами, к которым изначально готовилась. Это история общественной знания. Я планирую поступать на международные отношения в СПБГУ. Будущему дипломату открыты двери во все гуманитарные вузы области. А вот чтобы попасть в ведущие российские, придется постараться. У нее и сейчас после экзамена в книге разложены везде – на диване, на полках, на подоконнике. Вот самые любимые книжки – это Анна Каренина и братья Карамазова. Столица нашего края, город Волгодов, приветствует вас. Прохожие останавливаются, водители сигналят, пассажиры автобусов не могут отвести глаз. Сотни вечерних платьев и костюмов, красная ковровая дорожка. Такое ощущение, что в Волгодус ехали все голливудские звезды. И это почти правда. Они звезды менее известные, но не менее яркие. Я желала им удачи, потому что, на мой взгляд, им сегодня как никогда нужна удача. Но сегодня думы о будущем можно на время оставить. В русском доме нужно обязательно побывать на праздничном концерте. Ну а дальше – дискотека до утра. Александр Устинов, Максим Ташковец. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова